Как отнестись к нашим потенциальным союзникам, которые перед общим мероприятием призывают к дружбе, сотрудничеству, коалиции, к тому, чтобы отбросить личные амбиции, к тому, чтобы быть вместе в одной колонне. Но буквально за несколько дней до общего мероприятия начинают обвинять нас в том, чем обычно обвиняют либеральные средства массовой информации. Все мы в глазах либералов выглядим, как русские фашисты. Стоит только сказать слово «русский», заявить о русских национальных интересах, и ты тут же превращаешься в русского фашиста. Иван Миронов, один из тех, кто претендует на лидерство в русском движении, хотя в нем до сих пор особенной роли не отмечен, высказался насчет партии «Великая Россия», буквально направив нам видеопослание накануне совместной акции 12 июня. Послушаем, что же он сказал. Еще раз призываю соратников воздержаться от ношения формы, напоминающей форму нацистской Германии. Говорите все, что угодно, что это форма летчиков, что это форма советских подводников. Если это форма советских подводников, ну тогда найдите свою подводную лодку, погрузитесь туда и плывите на Северный полюс, там строить какой-то свой очередной рейх. Со своими вождями, со своими вождятами. С какой-то стати Иван Миронов решил, что форма знаменосца партии «Великая Россия» похожа либо на гитлеровскую форму, либо на форму подводника. И в ернической форме предложил нам, партии «Великая Россия», ее лидерам и мне, как руководителю партии, отправляться подводной лодке на Северный полюс. Очень милое сообщение как раз накануне совместной политической акции. А теперь посмотрим, как либеральные средства массовой информации отнеслись к тому же самому, к форме нашего знаменосца. Покажем фотографию, которую сделал один из пользователей Твиттера, в стилизованной форме СС-мужчина. На флагах калавраты, а сзади ребята типа СС-овцы. Некоторые малочисленные колонны были крайне экзотичны. Знамена с монограммой Иисуса Христа, черная униформа и военная выправка. То ли они не расслышали мои вопросы с балкона, то ли отказались представиться, ну а кто о ней, я так и не понял. Это репортаж Павла Лобкова, канал «Дождь». Подобные же репортажи прошли по Первому каналу, а также по каналу НТВ. Таким образом, Иван Миронов еще накануне акции полностью солидаризировался с теми оценками, которые прозвучали чуть позднее от либеральных средств массовой информации, работающих на правящий режим. Давайте посмотрим, на самом ли деле форма нашего знаменосца совпадает с формой гитлеровской Германии, с формой СС или Гестапо. Вот два образца. Насколько они похожи? Кроме черной формы, здесь нет ничего общего. Посмотрим на фуражку. Фуражка отличается по форме. ССовская фуражка заостренная. Русская фуражка круглая. У ССовской фуражки высокая тулия. У русской фуражки тулия низкая. Посмотрим на повязку на рукаве. ССовская красная с черной свастикой. Русская, то есть наша партия Великой России, золотистая с черным лобарумом. Также отличается орел. Нашивка на левой руке у ССовца, на правой руке. Различаются они и по форме, и по цвету. Русский орел двуглавый, с короной наверху. В лапах у него венок с лобарумом. Немецкий орел серебристый, с прямыми крыльями. В лапах у него свастика. Разница очевидна. Различается покрой френча, который носит знаменосец и который носили гитлеровцы. Наш френч это русский морской китель. Здесь нет накладных карманов и пуговиц к нему. Этот китель двубортный, немецкий китель однобортный. Портупия также принципиально различается. Ремень другой, русский в одном случае, и немецкий в другом случае. Все различается принципиально. Почему же вдруг эта форма стала напоминать форму времен гитлеровской Германии? Скорее всего это шизофрения, которая насаждена в мозги нашего народа массовой пропагандой. Таким образом мы принуждены заключить, что накануне в совместной акции один из тех, кто призвал к объединению, кто по факту встал во главе организации этого совместного шествия, нанес оскорбление нашей организации, мне лично и русскому движению, которое подвергается гонениям и клевете в течение многих лет. Тем самым Иван Миронов поставил себя на сторону либералов, которые, может быть, именно поэтому дали ему слово на митинге, который проходил на проспекте Сахарова. Ни один другой националист не получил такого права. Иван Миронов вышел на сцену и не сказал ничего в пользу русского движения. Он не сказал о геноциде против нашего народа, он не сказал о репрессиях, массовых репрессиях против русских общественных активистов. Он выступил просто как правозащитник. И как правозащитник он определяет нашу форму, форму партии Великая Россия, как форму нацистскую. По всей видимости, дальнейшее сотрудничество будет крайне затруднено, если вообще возможно. Мы предлагаем нашим сторонникам и нашим соратникам приходить на митинги и шествия в черной рубашке. Таким образом, мы отличаем себя от всех остальных организаций, от всех остальных движений. Это форма русского национального движения. Форма охранных отрядов будет, в отличие от гражданской, военизированной. Мы предполагаем, что знаменосцы будут ходить именно в той форме, которая была представлена. Руководство охранных отрядов партии Великая Россия также будет одето в подобную форму. Ну а всем русским мы предлагаем присоединяться к нам и быть в едином строю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова